Всем привет, меня зовут Павел Крец, и не успел я выложить свое видео со фотосессией меня в качестве модели, которая вам, кстати, очень так зашла. Как вот, появилась еще одна ситуация, в которой можно поснимать фотосессию и показать ее вам. На самом деле, это получилось достаточно случайно, но раз то видео вам понравилось, то и сегодня, собственно, займемся тем же самым. Для этого я из одного своего подмосковного городка приехал в другой подмосковный городок, в котором ни разу не был. Меня сюда пригласили на фотосессию, и сейчас мы будем встречаться с нашей моделью и знакомиться. Ну, а пока не обращайте внимания, что я немножко гнусавлю, я там чуток приболел, но уже выздоровляю, уже все хорошо. О, а вот и наша сегодняшняя модель, давайте знакомиться. Привет, привет. Привет. Как тебя зовут? Марго. Расскажи, чем мы тут встретились? Ну, мы здесь встретились не случайно, и я не случайно запаслась вот таким кленовым букетом, но потом еще побольше соберем, потому что собираюсь издавать сборник стихов. А тебя я пригласила тоже неспроста для того, чтобы мы проделали обалденную осеннюю фотосессию, потому что в сборнике будет как любовная лирика, так и природная. Собственно, для этого мы в таком красивом парке сегодня и собрались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, прежде чем мы с тобой предадимся всем радостям фотосессии, я хочу, чтобы ты рассказала, как ты меня нашла вообще, как узнала обо мне и как вышла на меня, и вот как мне написала. Это очень интересно было. Ну, на ютубе нашла такой канал, так и называлась Пауль Крец, а там дальше очень много разноплановых тематических вещей. И оказалось, там не только фотографии и объяснения, как правильно фотографировать, снимать, какие-то видео делать, ну, такие технические моменты. Но я узнала, что ты еще увлекаешься музыкой, а для фотосессии меня как поэта, кто еще поймет, поэта лучше, чем музыкант, поэтому я решила тебя пригласить. Ну, ты мне когда написала, я глянул твою страничку, у вас там, я так понимаю, с мужем тоже какие-то стихи, там театральные постановки. В общем, какие-то много творческие, да, проекты? Да. Ну, это еще только начало, мы как бы тоже... И музыка у вас тоже там есть, да? Да, начинаем. Есть такое музыку пишет Саша, и стихи, в общем-то, пишем оба. Я ставлю иногда спектакли, иногда моноспектакли сама выступаю, а иногда какие-то на двоих, на троих. В прошлом году мы поставили прекрасный спектакль вдвоем с одной тоже писательницей, Сергей Есенин, «Противостояние» о Галине Бенеславской и Айсидоре Дунган. С музыкой, с танцами это было очень феерично. Ну, потихоньку тоже творчеством занимаемся, творчество объединяет, правильно? Здорово вообще. А как у вас тут с местными фотографами? С местными фотографами, в принципе, может быть и хорошо, но поскольку я уже нашла тебя и решила, что нет, ко мне приедет исключительно Фауль Крец, вот этот крутой чувак. Тем более, к нему скоро выстроится очередь из богатых и знаменитых, это сто процентов. Вот, поэтому только ты и все. Ладно, тогда пойдем поснимаем и покажу вам, что получится. Спасибо. Смотрите, какой здесь мега эпичный вид. Просто такая красотища. Вот у нас в городке все леса уже вырубают, и вот такого леса не найдешь и не пофоткаешься так красиво. Только какие-то отдельные кусты там можно. Ну, поговорим о том, на что сегодня снимаем. Конечно же, это первый пятак наш, Canon 5D, это понятно. Я взял с собой вообще несколько объективов, потому что не знал, мы будем там чистые портреты делать, или поясные, или во весь рост, или какие-то там полупейзажные такие, знаете, как можно крупный мелкий план сделать, и человек там затерялся где-то под деревом. Вот, поэтому я взял несколько с собой объективов, но по факту мы еще не все отщелкали. Но на данный момент я снимал все только одним объективом, это 135 мм f2.8 с софт-фокусом. И, наконец-то, у меня есть шанс попробовать этот, собственно, софт-фокус, ну, который вы и видите в этом ролике на примерах фотографий. Такой легкий эффект дымки в духе фотографий начала 20-го века. Софт-фокус очень интересный эффект, но у него есть свои особенности использования, о которых мне рассказал фотограф, благодаря которому я вообще узнал об этом объективе. Ну, когда-нибудь я вас, может быть, и с ним тоже познакомлю, и мы снимем с ним отдельный ролик. Ну, а пока здесь огромный парк, вот, как видите, такие нереальные просто пространства, вот вам еще раз покажу. И так что со 135 мм на фулл-фрейме вполне можно гулять, и достаточно места, и можно всегда отойти подальше от модели или поближе подойти. И, в общем, достаточно универсально все получается. Все клево, идем дальше щелкать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, не знаю, может, у меня уже немножко зачуханный вид, слегка устал тут пласить по кустам, по деревьям. Вот, ну, вообще очень клево, конечно, красотища просто вот в таких парках щелкать, одно удовольствие. Ну, и, собственно, расскажу вам этот секретик, которым со мной поделился один фотограф, от которого я вообще узнал, что такой объектив существует. Вот, я про него надеюсь сделать отдельный обзор, так как, на мой взгляд, это лучший бюджетный портретник от Canon для полного кадра. Вот, для первого пятака вообще идеально. Вот, здесь есть такой эффект, софт-фокус на нем, мягкий фокус, так называемый. Причем здесь даже две степени, ну, вторую я даже не рассматриваю, потому что это полная жесть, это, конечно, совсем на любителя. Вот, а для первой, вот, мне дружище подсказал, что, как ни странно, хотя здесь светосила 2.8, но он сказал, что лучше прикрывать диафрагму, потому что на открытой диафрагме все-таки достаточно сильный эффект получается. И он, ну, по современным меркам, когда все привыкли к такой звенящей резкости, он уже смотрится немножко странновато. Смотрится, как будто это брак или некачественный снимок. Вот, а если поставить вот первый режим мягкого фокуса и слегка прикрыть диафрагму на f4, на f5.6, то получается такой самую капельку мягкий фокус, что вы, собственно, и можете видеть на этих портретах. Если вот вы обратили внимание, можете посмотреть снимки, где явно супер резкий кадр, или где такая плавная, сказочная такая дымка. Вот это, значит, там был софт-фокус. Ну, а резкие кадры сняты, в общем-то, на открытой диафрагме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впечатления отличные, просто на ура. Я сегодня утром загадала желание, потом увидела, что у Павла шикарная борода. Думаю, наверняка волшебная. Сейчас мы все исполним. В трахте видов. Да, и точно. Мое желание сбылось, и фотосессия наша прошла шикарно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, вот еще одна фотосессия позади. Время летит очень быстро. Не успели приехать, уже два часа прошло. Конечно, все очень здорово. Здесь можно бесконечно вообще ходить, фоткать, потому что такая красотища вот в Подмосковье и, в принципе, наша русская природа. Ничего кроме 135-ки 2.8 с софт-фокусом я так и не использовал. Ни одного объектива даже не достал. Ну, кроме вот этого вот Canon 200D, на который я снимал все перебивки с широкоугольным объективом 10-22. В остальном, отличие от предыдущей фотосессии меня в лесу в том, что сегодня нет солнца, достаточно пасмурная погода, но на самом деле для портретов это намного лучше. Вот если вы посмотрите предыдущее видео, предыдущие фотки с фотосессией, я имею в виду, там мои фотографии очень контрастные. Лицо местами пересвечено, даже некоторые из вас писали, что ой, видно, как из лица там экспозиция вывозилась. Ну, конечно, вывозилась, потому что когда яркое солнце, то бэкграунд, задний фон, лес, например, очень темный получается, а лицо сильно пересвечено, и сложно с этим бодаться потом в постобработке. А вот как сегодня пасмурный денек и достаточно плоская и цветовая, и световая картина. То есть очень широкий динамический диапазон на самом деле. И это очень удобно, и это отлично для портретов. Потому что если вам кажется, что слишком серые кадры, вы насыщенность, слайдер всегда можете зафигачить, как вам угодно. И в целом слайдеры, там, насыщенность всей картинки, или даже насыщенность отдельных цветов, например, там, тона кожи, это всегда можно добавить. А вот когда очень сильный контраст, с этим бороться сложно, даже имея RAW-файлы. Поэтому сегодня, несмотря ни на что, погодка, я очень доволен, хотя немножко капал дождик. Вот, и поэтому мы иногда прятались в деревьях. Проще говоря, все получилось, поэтому спасибо за просмотр. Все, что делать, там, с лайками, комментариями, подписками, вы знаете. До новых встреч. С вами был Пауль Крец. Пока.